Всех приветствую, мои дорогие! За две недели накопились у меня покупки из магазинов Подружка. И я хочу вам показать, что я за это время приобрела. Начну вот с такой красоты. Это у нас щетка от Мисс Пинки. Как вы видите, изначально она стоила 265 рублей. Мне досталось за 50 рублей. И когда я ее приобретала, были еще разные щетки и расчески за 50 и за 100 рублей. Но мое внимание привлекла именно эта. Она мне показалась красивой, симпатичной, оригинальной по дизайну. На первый взгляд также кажется удобной. И поэтому я ее приобрела. За 50 рублей взяла карт-холдер. Такая здесь информация. Я уже подобные приобретала. Мне очень удобно класть в него проездной, какие-то карты, которыми я наиболее часто пользуюсь. И когда я увидела в таком красивом, на мой взгляд, дизайне, я решила, что возьму еще один. Давайте я его достану, покажу. Смотрите, какая красота. Хочу сказать, что я часто еще вижу по распродаже разные косметички и кошельки за 50, за 100, за 150 рублей. Но пока не приобретаю, потому что есть у меня и кошелек, и косметички. За 100 рублей приобрела бальзам от Блистекс. По-моему, так марка называется. Как вы видите, изначально стоило 399 рублей. И по такой хорошей цене, за 100 рублей, конечно же, я решила взять. Это у нас бальзам для губ ультра увлажняющий. Информация, кому интересно. Пока полежит у меня, но у меня вот новые бальзамы зачастую уходят как дополнение к какому-либо подарку. Так же, как и разные щетки и расчески, которые я приобретаю. Еще по 100 рублей приобрела бальзамы от такой марки. Я не буду коверкать. Я вам сразу покажу, какие я взяла. Скажу, что изначально, как вы видите, каждый стоил 359 рублей. Давайте я на примере одного покажу сзади информацию. Я извиняюсь, если вы какие-то звуки слышите. У нас за стеной очень шумные соседи. Они то ли ругаются, то ли разговаривают. И почему-то именно, когда я сажусь снимать видео, какой-то посторонний шум начинается. Такая информация. Кому интересно, можно поставить на паузу. Давайте я покажу, какие именно я взяла. Я их приобретала не в этот, а в позапрошлый четверг. Я взяла три варианта. То есть я взяла ванильный, фиалка и грейпфрукт. Давайте покажу поближе здесь информацию. Как вы видите, его можно использовать не только для губ. Были еще, насколько я помню, зеленые с алоэ, потом розовые, уже не помню с чем. И, по-моему, еще какой-то вариант был. Когда я приобретала, их было несколько лежало. То есть я не последние взяла. Но я решила много не набирать. Один, скорее всего, я оставлю себе. А два бальзама у меня пойдут как дополнение к подарку. Потому что здесь, как вы видите, объем немаленький. Поэтому думаю, что мне одного будет достаточно. То есть вот вы видите, что заявляет производитель. Как вы видите, он такой универсальный. И можно его не только для губ использовать. Давайте я как-то буду класть, чтобы все было по возможности видно. Следующее, что я вам покажу, взяла за 15 рублей маску для ногтей, питательную, 3 мл. Я уже как-то подобную брала от другой, по-моему, марки. За 50 рублей от этой же фирмы, от этой марки, были маски, которые вы как перчатки на руки одеваете. Но я уже не стала брать. Решила, что мне не надо. Изначально 119 рублей стоило. Маски я тоже периодически вижу за 50, за 100 рублей. Но не всегда приобретаю. Так, следующее, что я вам покажу. Взяла по желтому ценнику, то есть со скидкой 50% 3 набора бархатной ручки. Каждый набор стоил 73 рубля. На мой взгляд, это очень хорошая цена. В набор входит крем для рук питательный и крем уход для рук. И также подарочный купон, по которому вы можете до августа 2019 года получить подвеску в подарок в магазине Sunlight. Давайте покажу поближе информацию. Я эти наборы взяла на подарок, но, возможно, один набор оставлю для себя, чтобы самой пользоваться. Такая информация. Как вы видите, сроки годности все хорошие. Так, давайте я вот сюда, наверное, поставлю. Так, дальше, что я вам хочу показать. Это будет гель для душа Johnson's. Я на этот гель давно очень смотрю. Но так как у меня гелей для душа достаточно, на мой взгляд, то я не приобретала, но у меня была скретч-карта на скидку в 10%. Плюс у меня по моей карте основной скидка 15%, плюс 5% утренняя скидка. И получается, что у меня была скидка 30%. И я решила, что с такой скидкой все-таки возьму этот гель для душа. Ну, потому что пока из гелей для душа это была моя единственная хотелка. В подружке, по-моему, такие гели в трех вариантах идут. Но меня привлек именно этот аромат. Если вы помните, я даже покупала мыло кусковой с таким ароматом, чтобы понять, понравится мне аромат или нет. Так, сейчас я вам скажу, сколько он стоил. Стоил он 129 рублей, и мне со всеми скидками обошелся в 90 рублей. 250 миллилитров здесь. Пока поставлю. У меня как раз сейчас один гель для душа закончился. Я вам его в пустых баночках покажу. Поэтому я решила, что ничего страшного, если я все-таки гель для душа возьму. Следующее, что я приобрела, опять-таки, воспользовавшись 30% скидкой, это была пенка Мусс. Я хотела взять такое биомасло, но в том магазине, где я решила воспользоваться скидкой, скрэйч-картой, не было на тот момент биомасла. Поэтому я решила взять, попробовать пенку Мусс. Потому что мне девушки, консультанты, продавцы сказали, что, в принципе, они ничем не отличаются. Так, стоило это биомасло 213 рублей. Мне со скидкой обошлось в 170 рублей. Буду пробовать. И сейчас, в феврале, проходит акция у черного жемчуга. Если вы приобретаете два средства, вот, честно говоря, не помню, два средства для лица или просто два средства, то вам идет подарок. И так как у меня все равно, как я уже сказала, была скидка в 30%, я решила поучаствовать в этой акции. Давайте я покажу, что я взяла. Второе средство, которое я взяла от черного жемчуга, это был освежающий тоник. У меня тоники, ну, хорошо расходуются. Только вот буквально на днях один из тоников также пошел в пустые баночки. Поэтому я периодически тоники покупаю. Давайте тоже вам сразу скажу, я постараюсь побыстрее найти, сколько он стоил. Стоил он 179 рублей, мне со скидкой обошелся в 125 рублей. Мне кажется, у меня от этой марки был как-то тоник, мне он подошел. Здесь у нас 200 миллилитров, информация, кому интересно. Я решила, что возьму, в любом случае пригодится, и у меня тоников немного в запасе. И в подарок я получила двухфазное средство от черного жемчуга, опять-таки. Давайте покажу. Для ярких губ и нежных век, черный жемчуг, двухфазное средство, экстремальное увлажнение, снимает стойкий макияж. Как вы знаете, у меня есть водостойкая тушь, и для эту тушь я снимаю двухфазным средством. Не помню, от какой у меня марки, но факт тот, что его осталось средство чуть-чуть. И я решила, почему бы в подарок не получить такое средство. В любом случае оно мне пригодится, потому что тушь у меня еще не закончилась. Значит, я и буду пользоваться, и средство будет нужно. Здесь 100 миллилитров, не так много реально израсходовать. Поэтому я акцией воспользовалась. И потом уже в другом магазине я все-таки увидела биомасло от черного жемчуга, и я его взяла. Дело в том, что у меня как раз закончилось такое биомасло. Оно мне очень понравилось, приятный аромат. У меня от него ни высыпаний, вот в отличие от масла от эфраше, ничего не было. Мне даже показалось, что как-то кожа лучше очищена. Я наношу на сухую кожу, потом добавляю немножко водички, и как бы вот масло немножко как вот пенится. И у меня это масло отлично смывает макияж. В том числе и тушь с ресниц, не водостойкую, обычную тушь. Мне масло это подошло, поэтому я его решила повторить. Но я вам еще в пустых баночках покажу такой пустой пузыречек и расскажу. Давайте сейчас я скажу, сколько оно стоило. Оно стоило 213 рублей, и я его брала со скидкой 20%, то есть 5% утренние, 15% по моей карте. Обошлось мне это масло в 170 рублей. Ну, видите, благодаря тому, что в том магазине, где я скрэйч-карту использовала, такого масла не было, я теперь попробую и пенку из этой серии, вдруг она мне тоже понравится и подойдет. Также у меня была скрэйч-карта, которая давала 15% скидку на определенные марки. И вот из тех марок, которые там были перечислены, также была марка чистая линия. От других марок меня ничего не заинтересовало, но продукция чистой линии по большей степени мне нравится. Поэтому я решила тоже приобрести некоторые товары, потому что 15% по скрэйч-карте, плюс 15% по моей, плюс 5% утренние. Итого получается 30%. Единственное, так как я приехала уже в этот магазин после 11, так как я до этого по другим делам ездила, то у меня особо не было времени уже, чтобы как-то вот долго все рассматривать, искать. Поэтому я взяла то, на что я давно смотрела и как бы побежала на кассу. Первое, что я взяла, это шампунь-бальзам. У меня был подобный, даже может прям такой же, если честно, прям так не помню. И я помню, что он мне понравился. Это мицеллярный мягкий шампунь-бальзам без силиконов для частого мытья, для всех типов волос. Вот я взяла его. Сейчас я вам скажу, во сколько он мне обошелся. Так, шампунь-бальзам для волос. Стоит он 89 рублей. Мне со скидкой обошелся всего лишь в 57 рублей 80 копеек. Может, конечно, надо было побольше взять, но у меня особо места для хранения ухода нет. И я стараюсь не брать уход так, чтобы было много запасов. Давайте вот сюда поставлю. И второе, что я взяла, это было молочко для снятия макияжа в душе. Серия «Идеальная кожа» для сухой чувствительной кожи. У меня кожа не сухая, хотя мне в последнее время кажется, что я ее немножко пересушила. И она как, знаете, как немножко подстянута. Но у меня кожа чувствительная. И так как, если вы помните, я брала молочко тоже для снятия макияжа в улыбке радуги, оно мне не очень нравится, потому что оно макияж хорошо не стирает. Я решила попробовать от чистой линии с тем, что если оно мне подойдет, что я его, допустим, буду в дальнейшем брать. Так, сейчас я вам скажу, сколько стоило. Так, молочко для снятия макияжа в душе чистая линия фитотерапия. Серия «Идеальная кожа» 100 мл. Стоило 93 рубля. Мне со скидкой обошлось в 50 рублей. Взяла на пробу. Меня заинтересовала информация, которую заявляет производитель. И я решила, средства бюджетные, если мне понравятся, можно будет в дальнейшем брать. Опять-таки небольшой объем. То есть реально использовать, даже если не прям супер подойдет. Так, следующее, что я вам хочу показать. Я смотрю, ничего ли я не забыла. Я взяла кисть. Как вы видите, стоила она 15 рублей. Изначально 129. Я ее взяла для мамы. Это кисть силиконовая для окрашивания волос. Так как я волосы не крашу и никогда не красила, если честно, то я взяла для мамы. Не знаю, нужна она ей или нет. Мама у меня красит волосы. Ну, за 15 рублей я подумала, ну, если не понадобится, ничего страшного. Она была одна. Поэтому я просто взяла и все. Следующее, что я взяла, девочки. Из новой лимитированной коллекции от Essence взяла кисть. Я в Instagram выкладывала фото этой коллекции. Вы знаете, так интересно. Вчера я в одном из магазинов эту коллекцию увидела. Я в этом магазине бываю редко. Просто я в те края ездила по делам и зашла в магазин. То есть вчера у нас был понедельник. При этом, когда я в воскресенье была в другом магазине, там этой коллекции еще не было. Стояла старая коллекция. Поэтому я не знаю, во всех магазинах появились уже новые лимитки от Essence и Catrice. Или не во всех. Так, я вам скажу стоимость. Там было в этой коллекции представлены две кисти для хайлайтера. Она, по-моему, рублей 300 стоила. И вот кисть для растушевки теней. Так как у меня буквально недавно развалилась одна из кистей для растушевки теней, которую я в свое время на Алиэкспресс заказывала, я решила взять, хотя я не могу сказать, что меня прям тут супер дизайн привлек. Тут видите блесточки. Ну, такое ощущение, что они то ли неравномерно нанесены, то ли могут отвалиться. Так, давайте я сейчас в чеке вам скажу точную стоимость. Как-то она стоила весьма-весьма бюджетно. Да, вот я и нашла. Она стоит 139 рублей со скидкой в 20%. 15 по карте плюс 5 утренней. Мне обошлась в 111 рублей. Палетка на тот момент, когда я была в этом магазине из этой серии, была только одна. Палетка стоит 899 рублей. Мне продавец сказал, что, по-моему, их 4 пришло. И вот так народ уже расхватал. Ну, я посвочим. У меня было немного времени, чтобы, знаете, так все рассмотреть детально. Прям все оттенки посвочить. Уэссенс я имею в виду. Поэтому пока я не очень поняла, буду я ее за такую стоимость брать или нет. А кисть решила взять. Давайте посмотрим, откроем. Покажу, во-первых, какая у нас здесь информация написана. И кисти как-то обычно быстро разбирают. А здесь действительно бюджетная цена. И как бы мне нужна кисть для растушевки. Поэтому я решила взять. Вообще мне кисти от Эссенс нравятся. Но также могу сказать, что в лимитированных сериях, насколько я заметила, не всегда удачные все средства. Даже была какая-то коллекция, в которой были только кисточки. И насколько я помню, ну не все кисти там были прям удачные. Давайте покажу. Блесточки оказываются внутри. То есть сверху, я не знаю, пластик это или что. То есть мне, когда я, естественно, я там посмотреть, вынуть из упаковки не могла, мне показалось, что просто как вот не внутри вот пластика, как будто вот кисточкой на нее блестки неравномерно налеплены. Вот так выглядит. Смотрится красиво. На первый взгляд вроде как неплохая кисть. Но, конечно, надо пробовать, пользоваться. В любом случае, мне точно пригодится. И покажу еще кисти. Это у нас будут кисти от Реал Техник. Они, эта серия шла по желтым ценам. И давайте я сейчас сразу найду, наверное, стоимость. Кисти из такой серии. Первая кисть, которую я вам покажу, идет овальная кисть для теней. Как вы видите, изначально она стоила 719 рублей. Вот такая здесь информация. И давайте сейчас я постараюсь быстренько прям найти. Сейчас я быстренько прям постараюсь найти, сказать, сколько она стоит сейчас. Я извиняюсь за задержку. Я знаю, что многим стоимость интересна. Поэтому стараюсь называть. Я и сама люблю, когда говорят стоимость. Так, кисть для теней. Это стоило 359 рублей. Кисти от Реал Техник качественные. У меня есть некоторые кисти от этой марки. Поэтому за такую стоимость я решила приобрести. Тем более мне понравилось по дизайну. Я тут все так заклеено. Я заранее ничего особо не открывала. Если сейчас у меня получится быстро открыть, я вам покажу. Постараюсь показать. Такая приятная, мягкая. Мне она, конечно, показалась большой. Но так как все-таки я постоянно макияж делаю с использованием теней, мне нравится, когда у меня много кистей, я решила все равно взять. И мне, конечно, понравился дизайн. Такой стильный, лаконичный. Давайте покажу следующее. Следующая кисть у нас идет для растушевки теней. Я не буду сейчас, чтобы время не тратить, все их доставать. Тоже стоила 719 рублей. И мне обошлась в 359 рублей. Я сочла, что для Реал Техник это хорошая стоимость. Дальше у нас идет кисть тоже из такого же серии, только не в серебряном, а в золотом оформлении. Это кисть для румян. Изначально она стоила 1060. И сейчас я вам скажу, во сколько она обошлась мне. Так, по-моему, 575 рублей она стоила. Сейчас я вам скажу точно. Нет, она стоила 529 рублей. Так, если я сейчас открою, попробую показать. У меня уже в кадре вид какой-то свалки. Приятная. У меня есть кисть для румян из другой серии от Реал Техник. Она мне нравится. Ну, я решила по возможности взять со скидкой кисти из этой серии, чтобы тоже как вот, ну, как коллекция была. Следующая кисть из этой же серии по желтому ценнику. Это у нас идет кисть для пудры. Изначально стоила 1150. Сейчас я вам скажу. У меня просто, я брала в разных магазинах. Так, стоила мне за 575 рублей обошлась. Я решила, что кисти от Реал Техник не часто со скидками бывает. Так, лак я уже все окончательно ободрала. Я буду потом ими пользоваться, поэтому я не буду сейчас обратно в коробочке. Но тоже вот на первый взгляд мягкая, приятная. Пудры тоже бывают разного размера. В какие-то пудры, какие-то пудры прям большими кистями удобно набирать, какие-то маленькими. Поэтому тоже я хочу, чтобы у меня для пудры, ну, были разные кисти. Давайте я вот так как-то положу. И последняя кисть из этой серии, которую я взяла тоже по желтому ценнику. Это у нас идет кисть для скульптурирования. Стоила 575 рублей по желтому ценнику. Изначально стоила 1150. Вот вы видите. Ну, здесь для скульптурирования написано. Сейчас попробую открыть. Из этой серии были еще кисти для подводки, по-моему, за 359 рублей. Но я не стала брать, потому что... Ну, я такими подводками, которые надо на кисть набирать, пользуюсь не часто. Подводок у меня практически нет. И у меня есть кисти для подводки. И еще была из этой серии тоже по желтому ценнику за 500 с чем-то рублей кисть для тональной основы. Ну, я тональные основы крайне редко наношу кистями. И кисти у меня есть, поэтому я не стала брать. Не знаю, мне вот визуально кисти понравились. Я решила, почему бы за такую стоимость никак бы не собрать такую коллекцию кистей качественных. Так, кисти это все, которые я взяла. Ну, давайте я сейчас, если открою, и для растушевки покажу. Поближе, кому интересно. Вот так выглядит. Не знаю еще, насколько они будут удобны или нет. Надеюсь, что мне понравится в использовании. В любом случае, пока не попробуешь, не узнаешь. Так, сейчас я уберу немножко здесь вот эти все коробочки, чтобы они мне не мешали, потому что еще есть, что вам показать. Я, конечно, надеюсь, что видео не прямо слишком затянуто будет. Я постараюсь сейчас побыстрее немножко. Так, вот кисточки у нас положу сюда. По выгодной цене взяла аромат от Мэкс. Изначально, насколько я видела по ценнику, этот аромат стоил две тысячи, ну, две с копейками. Я его приобрела. Сейчас скажу, за сколько. Я телефон ищу, где я про аромат информацию нашла. Так, сейчас вам девочке скажу. Были тестеры, я попробовала аромат, взяла. Естественно, если бы он мне не понравился, я бы не стала приобретать. Вообще, по желтому ценнику со скидкой 50% и больше ароматов было много, когда я приобретала. Я его, вот, наверное, на предыдущей, ну, то есть, вот, полторы недели назад приобрела. Так, сейчас, секундочку. Сейчас вам скажу, сколько он стоил. Возможно, изначально цена была завышена. Мне кажется, что на других сайтах такие ароматы, ну, тысячи-полторы стоят, а не две. Здесь у нас 30 миллилитров. Такие ароматы еще бывают, идут 15 миллилитров. Так, не вижу я чек, но, насколько я помню, он мне обошелся то ли в 570 рублей. Так, вот еще какой-то у меня чек лежит, может, в нем. Нашла, девочки, туалетная вода Мэкс, 30 миллилитров, 587 рублей стоил. Я уже его открыла, попробовала. Мне аромат понравился. Давайте покажу, какой здесь флакончик. Так, мне осталось вам еще ароматы и декоративную косметику показать. Такой хорошенький флакончик. Выглядит небольшим. Так, и сейчас я попробую найти информацию про этот аромат. Вам сказать. Так. Это у нас цветочно-фруктовый аромат для женщин, пробуждающий чувства. Композиция открывается сочными нотами груши, апельсина и экзотической гуавы. В сердце аромата цветочные аккорды ириса, белой лилии и нежного жасмина. Пряный обволакивающий шлейф из мускуса, белого кедра и ванили не оставит никого равнодушным. Как я уже сказала, мне аромат понравился и я очень рада, что достался мне по такой хорошей цене. И второй аромат, мимо которого, попробовав из тестера аромат, я не смогла пройти. Это у нас аромат аддона Karan. Такие ароматы тоже в нескольких вариантах шли со скидкой. Изначально стоил этот аромат в подружке 3 110 рублей. Мне достался за 933 рубля. Сейчас я вам скажу информацию, которую заявляет производитель про этот аромат. Аромат передает ощущение радостного волнения, предвкушения и соблазна. Сочные базовые фруктовые ноты придают композиции восточное звучание, перед которым не устоит ни один гурман. Верхние ноты увлекают сочетанием пленительных цветов черной смородины, завораживающим пряным лакричным аккордом и аккордом спелых красных фруктов. Пикантный лимон и винно-яблочная сочная нота опьяняют своей смелостью. В средних нотах композиции гармонично переплетаются страстные и женственные ароматы фиалки, чувственного цветка апельсина и роскошного эфирного масла розы. Экзотическое масло индонезийских пачулей, кремовой ноты ванили и загадочная мира оставят головокружительное впечатление от композиции. Давайте откроем. Я не открывала. Покажу, здесь какая-то информация есть. Я решила, почему бы по такой выгодной цене не приобрести аромат. Почему-то не фокусирует. Сделано в Швейцарии, насколько я вижу. Такая информация. Я со скидкой разные ароматы потестировала, на которые были тестеры. Но мне не все понравились, поэтому я не стала набирать. 30 мл здесь. Давайте откроем, покажу, какой внутри плафончик. Я ароматы не часто покупаю. У меня бывают периоды, когда меня тянет на что-то новенькое, на какие-то новые ароматы. Мне хочется попробовать, пользоваться. И тогда, да, есть периоды, когда я приобретаю. Но в целом я в ароматах не разбираюсь. И крайне редко захожу в магазин для того, чтобы попробовать какой-то аромат. Вот такой здесь симпатичный флакончик интересный. Вот так выглядит. Мне аромат понравился, как я уже сказала. И буду, конечно же, пользоваться. Рада, что приобрела. Давайте немножко штатив отодвину. Ой, я извиняюсь, что так все трясется. И теперь, девочки, переходим с вами к декоративной косметике. И сначала я вам покажу, что я купила со скидкой. Ну, как бы изначально. То есть это не из корзин, а что стоило изначально. Стояло на стенде и за полную стоимость продавалось. Взяла помаду от Maybelline. Дело в том, что вот прям из хотелок помад. Это была моя последняя хотелка. То есть вот на данный момент помада в номере 55. Я ее как вот потестировала из тестера. Влюбилась в этот оттенок, в текстуру. Ну, и поняла, что хочу эту помаду. И, как я уже говорила, у меня была скритч-карта на 10%, плюс 15% по карте, плюс 5% утренние. Я решила, что с 30% скидкой я себе эту хотелку позволю. Вот такое название. Оттеночка. Я уже все сняла антикрашки, поэтому и лак повредила, и где-то уже, ну, есть какие-то следы. Это я антикрашку снимала. На всем были антикрашки, на всех помадах, которые я вам покажу. Так, и, значит, эта помада стоила 459 рублей. Мне со скидкой обошлась в 321 рубль. Давайте откроем, посмотрим. Я еще не открывала, только антикрашки. Сняла. Вот так выглядит. Девочки, вот прям нежно-нежно, как будто маслом проводить идет. Такой оттеночек. Не знаю еще, как на губах будет, но я действительно давно на нее смотрю. При моем количестве помады, при том, что я зачастую беру по хорошим ценам товар, мне уже такая стоимость кажется небюджетной. Но я все-таки решила, что не так много у меня вот прям таких хотелок, что я ее с 30% скидкой возьму. И у Maybelline была акция. Если вы приобретаете товар на сумму, по-моему, от 699 рублей, причем эта сумма считается без учета скидок, то вам идет в подарок скретч-карта, по которой вы можете получить либо сережки, либо скидку на следующий месяц на продукцию Maybelline. И это в скретч-карте вам может выпасть либо сережки, либо какая-то скидка. Я решила в этой акции поучаствовать, раз уже как бы на большую часть суммы, вот от нужной суммы для акции я взяла товар. И думала-думала, что мне взять, и взяла очередной консилер Fit Me. У меня уже есть такие консилеры, но при этом я ими еще не пользовалась. Я только слышала хорошие отзывы. Консилер этот стоил... Так, сейчас я вам скажу. Стоил 259 рублей, то есть мне нужно было что-то добрать, какой-то товар на небольшую сумму, и он был из того, что мне нужно, из того, чем бы я точно пользовалась, самым бюджетным. Стоил он 259 рублей со скидкой в 30%, мне обошелся в 181 рубль. Я решила, что возьму, но консилеры никогда не помешают. И я взяла в самом светлом оттеночке, по-моему, в номере 05. Открывать не буду. Сейчас, как у меня закончится мой консилер от... Какой у меня там? Все из головы вылетело. Которую я вам в косметичке показываю. Я, скорее всего, вот следующим Fit Me возьму. Так, а давайте откроем, раз я следующим возьму Fit Me, то можно и открыть. У меня там того консилера не так много осталось. Покажу заодно вам, какой здесь оттеночек. Ну, вы видите, что он светленький. Я обычно консилеры на какие-то небольшие недостатки наношу. Иногда под глаза, но по большей степени на какие-то небольшие недостатки. Такой оттеночек. И когда я уже оплатила товар, мне продавцы достали скрэч-карту, как бы слой защитный стерли, и мне выпали сережки. Это серьги с кристаллами Сваровски, чему я очень рада. Я еще их не открывала. Решила посмотреть вместе с вами. Как бы я обрадовалась с сережком, потому что, ну, скидка мне на следующий месяц как-то не очень нужна. Я пока особо ничего у Maybelline для себя не вижу, чтобы я вот прям хотела купить. То есть что-то у меня есть, что я хотела, я купила. Так, какая-то брошюрочка. И вот такие сережки. Надеюсь, мои уши воспримут эти, потому что у меня почему-то уши в основном только золото воспринимают, серьги, я имею в виду. Хотя до того, как я стала золото носить, я спокойно носила бижутерию. Камни Сваровски здесь, если верить производителю. Смотрится красиво. Я люблю гвоздики. У меня в ушах пять дырок. Поэтому я обычно, если ношу гвоздики, я их не снимаю на ночь. То есть мне удобно вот так одел и в них ходить. Поэтому я рада такому подарочку. Так, следующее. Я вот думаю, может нам прерваться. Давайте я сейчас на этом прервусь. И во второй части мы с вами посмотрим декоративную косметику, которую я также приобрела подружке. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии. И до новых встреч, до новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!